Что это за хуйня? Где все сервера? Вчера же серверов было просто пиздец сколько, а сейчас вообще серверов нет. Я не понимаю. Кому ломывать, чтобы серверы появились? Мне чудилы нужны, я тусу мутить буду. Привет, это школа гоночного мастерства от зима. На последние 24 часа Дайтоны, Макс Анжелли дышал выхлопами своего прототипа. Последние 45 минут, которые он был должен проехать перед финишем, я нашел его поступок героическим и тоже решил обдолбаться чем-нибудь. К моему удивлению, мама сказала, что не купит мне Дайтона прототип, чтобы я упоролся выхлопами, поэтому я пошел на заправку, что неподалеку, чтобы обнюхаться бензиком. Но и заправщик дал мне пизды, так что мне пришлось идти под мост к бомжам, где я наконец обнюхался клеем и после у меня появилось желание поиграть в Assetto Corsa. К сожалению, мне не удалось найти тот самый сервер, на котором всегда много человек и можно выбрать Ниссан ГТР, и мне пришлось довольствоваться вот этой Ламборджи Немюра, которую, как мне кажется, разрабатывали в таком же состоянии, как те бомжи под мостом, что одолжили мне немного клея. Чуть не нарвавшись на одного из клуба латентных трансвеститов и любителей БМВ, я выехал на дорогу и развернулся в повороте, как 18-летний кретин из 80-х с хейчем перед подружкой на ручнике. Как это водить? Ну ладно, попробуем еще раз. И тут я нарвался на местную банду хвесосов и распиздев на БМВ, которые пробили у меня тельчик, а потом пробили ребро за точкой и начали драпать. Вы охуели? Разумеется, я поехал за ними, но как оказалось, это Ламборджи, которые не умеют делать ничего, кроме ибучих слайдов. Почему все богачи 70-х просто не покупали себе скейтборд, на нем можно разбиться куда веселее и дешевле. Старая синяя машинка стремительно направилась на трек. Имея не менее старую машинку, я решил, что это вызов и пончался за ней, в то время как один странный лотус дышал мне в спин. Вот тут то я думал, ща я этому лотусу то покажу. Ловко объехав преграды для сверхзвуковых, чудил я зажал педаль газа крепче, чем 11-летний анонист свой старучок и продемонстрировал лотусу свой нескончаемый аутизм. А немногим позже я увидел развернувшуюся кабинем синюю машинку, а значит, я втащил. В очередной раз проскользив поворот, я решил, что хватит с меня, закинулся еще грибами из-под стула и нашел себе гоночный сервер, выбравший в роли ковер. Может он и медленнее остальных машин в классе, и сделан из говна, что хуже, чем ваш поддельный айфон, но зато у него переключатели, подрулевые и моднявые задние огоньки. Для начала разберемся с настройкой. Прижимная сила. Не нужна. Схождение на передних колесах. Не нужно. В целом, это все, можно выкатываться. Проехав первый поворот, я охуил от чувствительности руля и спросил людей, можно ли ее изменить, как в Project Cars. Я знаю, что можно только в обратную сторону, чтобы чувствительнее стал, но мне нужно противоположное действие. Мне никто не ответил, я залик, представляю, что я пиздец, местный диджи и башу музыку из звуков повозок. Но вскоре меня это заебало, а мне так никто и не ответил, я поехал накатывать круги практики, мне не помешает, тут физика какая, то проспайсованная и непривычная. Но тут экран начал темнеть, я думал, что пришел мой час, и я умираю. Попытался выкупить душ у дьявола назад, на что был послан. Нахуи тут оказалось, что я стою на старте. Гонка, ну класс, давайте. Не знаю про беты, у меня покрышки или нет, я охуил от того, что у меня вышло хорошо стартануть, обогнал местного Давидыча и стал жертвой местного доминатора в раскраске от F-Course. Ну мне, просто придете сделать вот такую штуку. Как вы можете заметить, рестарт, шикарно. Тут уже у меня вышло не все так гладко, грибы из-под стула начали действовать, я сам присунул местному Давидычу сзади, пронаблюдал деревенскую резню и начал перекатываться по трет. Перед стартом гонки я залил в машину, много спальшил топлива, а потом полчаса нюхал бензиновую дырку. Поэтому меня штырило, как рок-нральщиков 80-х, и я обогнал местного Давидыча на прямой, показывая ему все пяти средних пальцев из окна. Однако, я притих в повороте, испугавшись второй потасовки, и Давидыч вернул свою позицию на своем сраном BMW. Нихуя не понимаю, как с такой чувствительностью руля ехать. Сейчас совсем не поворачивает, а через секунду уже дрифтует, как Брайан Акконор. Мне повезло и у Давидыча, в машине случилась потасовка, чаткие пацанчики не поделили пивос, и он съехал с дороги, что дало мне шанс обойти его сраной BMW еще раз, я так и сделал. За что получил заточкой в спину и развернулся, вылетев на местный пляж. Заебись, будем загорать. У меня, к сожалению, кончились воспоминания с полезными советами, так что не пиздите собак ногами. Кормите рыбок, и выключайте Трекшн Контроль.